17 июля 2014 года в небе над Украиной произошла либо чудовищная страшная ошибка, либо циничное преступление. Версий много. Первая. «Боинг» был сбит военным самолетом. Версия вторая. Самолет был уничтожен ракетой класса «Земля-воздух», выпущенной из зенитного комплекса. Версия третья. Взрыв на борту самолета. Наверное, могут быть и другие. В своем сегодняшнем и будущих расследованиях мы будем рассматривать все эти версии по очереди. Начнем с первой. У меня в руках модели двух самолетов «Боинга» и штурмовика Су-25. Причем здесь самолеты, вы узнаете из нашего расследования. Исходя из информации, которую нам удалось получить, мы и представим свою версию событий. 17 июля 2014 года. Аэропорт Схипхол. До вылета рейса Амстердам-Куала-Лумпур остается чуть больше двух часов. Второй пилот малайзийских авиалиний Мухаммад Фердаус Бинабул Рахим сделал последний снимок этого северного европейского города. Обычно летчик фотографировал себя в тех местах, где бывал, а тут решил просто снять город. Тем более, что в этот раз он был один, без любимой супруги. Пилотам малайзийских авиалиний после летительного перелета дается один-два дня отдыха в стране пребывания. И свою жену Фердаус хотел взять с собой, но перед самым вылетом она сломала ногу и осталась дома. Рассказывает мать Фердауса. Он каждый раз перед полетом звонил. Обычно он звонил в одно и то же время, а в этот раз позвонил поздно. Я сразу не ответила, пропустила звонок. Он еще раз позвонил. Я взяла трубку. Он сказал, мама, мне скоро в полет. Знаете, обычно, когда он приезжал в какую-то страну, он заходил в гостиницу и сразу же звонил мне. Говорил, что доехал, что все хорошо, отдыхает. И перед тем, как выехать в аэропорт в незнакомом городе, тоже звонил домой и говорил, что вылетает. Это было последнее, что он мне сказал в этот день. Он будто знал, что ждет его впереди. Фердаус на своей страничке в социальных сетях установил вот такой статус. Самолет, а рядом ракета. На статусе виден самолетик, а рядом с самолетиком ракета. Сын мне сказал, посмотри. Как будто он знал, какой странный статус у него. Мы не можем понять, почему он это сделал. Семья Абин Абдул-Рахим – это династия пилотов. Дядя погибшего в прошлом тоже летчик. Он в момент крушения пилотировал самолет. Официально расследование с нами пока результатами не поделилось. Но его мать говорит, что он написал у себя на страничке, что я буду вылетать, и что сейчас моя смена. Это значит, что он был у штурвала. Я буду на дути сейчас. В 12 часов 14 минут местного времени Боинг с тремя сотнями пассажиров на борту оторвался от земли и, набрав высоту, взял курс на Куала-Лумпур. В полете он должен был провести 12 часов 10 минут. Маршрут самолета пролегал в международном коридоре Европа-Азия, часть которого проходила над зоной боевых действий в Восточной Украине. Незадолго до этого украинская служба управления воздушным движением распространила частичный запрет полетов на эшелоны ниже 7900 метров. Все остальные эшелоны над Луганской и Донецкой областями, где шли бои, были объявлены безопасными. И с этим согласились европейские перевозчики. Через 1 час 30 минут после взлета борт MH17 находился над Варшавой. Высота немногим более 10 тысяч метров. Контроль полета осуществлял диспетчер Центра управления воздушным движением в Варшавском международном аэропорту имени Фредерико Шопена. Все шло штатно. Одна интересная деталь. В небе над Польшей пересеклись два маршрута. Малазийский Боинг МФ-17 и борт президента России. Глава государства возвращался из Латинской Америки. С разницей в полчаса малазийский был раньше, президентский позже. Они прошли, пересекая маршрут друг друга. Эти самолеты удивительно похожи и по силуэту, и по раскраске. Только у нашего четыре двигателя, а у малазийского два. Когда борт пересек польско-украинскую границу, контроль над ним взял диспетчер Центра управления воздушного движения аэропорта Борисполь в Киеве. Он же через некоторое время передал борт MH17 диспетчеру в международном аэропорту Днепропетровска. Дальше полет контролировала днепропетровский диспетчер Анна Петренко. Именно она вела малазийский Боинг до самого момента катастрофы. По некоторой информации, ее работу контролировал еще один человек, которого раньше в Центре никто никогда не видел. Вот личная страничка Анны Петренко в социальных сетях. Судя по содержанию, она была ярой сторонницей новой власти в Киеве. Днепропетровский губернатор, олигарх Коломойский, для нее большой авторитет. После авиакатастрофы Боинга диспетчер Петренко удалила свою страницу из социальной сети и ушла в отпуск. Пошли последние минуты жизни 298 человек, находящихся на борту Боинга 777. К этому моменту лайнер находился в воздухе почти три часа. Обычно в это время большинство пассажиров уже поели. Кто-то уже спит, экипаж занимается своими делами, кто-то готовит еду, кто-то просто проверяет, все ли в порядке у пассажиров. Некоторые пассажиры могут в это время смотреть фильмы. В составе экипажа рейса MH17 было 4 пилота, 2 основных и 2 дублирующих. У пилотов было по 10 тысяч часов налета, из которых 7 тысяч за штурволом Боинга 777. По данным, которые нам удалось собрать на Украине, 17 июля с военного аэродрома в Кульбакен и под Николаевом Украина в воздух поднялись 4 штурмовика из 299-й воздушной эскадрильи ВВС Украины. Это модернизированные самолеты, которые легко достигают высоты 10 тысяч метров и могут находиться там в течение получаса, выполняя при этом боевые задачи. В 299-й бригаде есть 5 таких штурмовиков. Бортовые номера 06, 07, 08, а также 38 и 40. Это элитное подразделение ВВС Украины. Сюда 21 мая 2014 года приезжал премьер-министр Арсений Яценюк за 2 месяца до трагедии и осматривал эти самолеты. После взлета Су-25 взяли курс на Днепропетровск, на так называемый аэродром Подскока. Именно отсюда они взлетели и баражировали в районе катастрофы МХ-17. Вечером 17 июля пресс-служба Министерства обороны Украины сразу же выступила с заявлением, что никакие самолеты-вертолеты ВВС Украины в зоне крушения Боинга не летали. Это заявление было сделано буквально через 3 часа после крушения. Когда про штурмовики в небе над Донбассом еще никто не говорил. Но по нашей информации именно в это время и в этом районе был зафиксирован объект, так называемая цель, меньше эффективно отражающей поверхности. То есть военный самолет. Кстати, на вопрос о том, где записи переговоров украинских военных летчиков с руководителем полетов, а также переговоры наземных служб украинских ПВО в этом районе, ответа так никто и не дал. Кроме того, за несколько дней до падения Боинга в этой зоне были развернуты батареи украинских зенитно-ракетных комплексов «БУК». У нас имеются космические снимки отдельных мест расположения средств противовоздушной обороны украинской армии на юго-востоке страны. Первые три снимка датированы 14 июля. Показана позиция техники ПВО в районе Северный Донецк. На снимке хорошо видна самоходная огневая установка с повернутой пусковой установкой, около 60 единиц различной военной и специальной техники, укрытия для техники и другие технические сооружения. А вот снимок этого же района сделан из 17 июля. Обратите внимание, что данная пусковая установка отсутствует. На снимке 5 видно, что утром этого же дня в районе населенного пункта Зарощенское, что в 50 километрах восточнее Донецка и в 8 километрах южнее Шахтерска обнаружена батарея «БУК». Возникает вопрос, почему батарея оказалась в этом районе вблизи территории, контролируемой ополченцами, и непосредственно перед трагедией. Кроме того, именно к 17 июля максимально возросла интенсивность работы украинских радиолокационных станций 9С18, купол М1 зенитного комплекса «БУК». На слайде вы хорошо видите, что 15 июля работало 7 станций, 16 июля 8, а 17 июля их было уже 9. А вот с 18 июля интенсивность работы радиолокационных станций резко снизилась, и теперь она составляет не более 2-3 в сутки. С чем это связано, еще предстоит разобраться. Министерство обороны Российской Федерации сформулировало 10 вопросов к украинской стороне, которые могли бы помочь в расследовании катастрофы, и на которые так и не были получены ответы. Вот лишь один из таких вопросов. Готовы ли представители вооруженных сил Украины предоставить международным экспертам документы по учету ракет класса «Воздух-воздух» и «Земля-воздух» в боекомплектах и зенитных ракетных комплексах? Это очень важный вопрос, который поможет определить, использовались ли украинской стороной какие-либо системы в период, близкие к авиакатастрофе Боинга, и могли ли именно они поразить лайнер. Еще один вопрос. Почему не было полностью закрыто для гражданских самолетов воздушное пространство над зоной боевых действий? Тем более, что в этом районе не существовало сплошного поля радиолокационных средств навигации. Кроме того, Росавиация задала свои вопросы, ответы на которые тоже не получены. Например, есть ли информация вооруженных сил Украины о контроле силами ПВО использования воздушного пространства в данном районе? И если подобный контроль осуществлялся, включая переговоры между пунктами ПВО, то обнародуйте данные. Также нужны данные о писании радиолокационной обстановки, включая полную информацию о полетах военных воздушных судов в районе вооруженного конфликта в месте падения самолета. Переговоры пилотов военных самолетов с военным сектором и между собой в районе вооруженного конфликта и места падения самолета. На эти вопросы требуются ответы. Кроме того, необходимо провести выкладку элементов конструкции самолета, осмотр фрагментов и место происшествия на предмет поражающих элементов. Это вообще первостепенные действия при расследовании любой авиакатастрофы. Но ничего из этого так и не было сделано. По информации с РЛС в 16 часов по местному времени в небе над Донбассом находилось три гражданских самолета. Один шел из Копенкагена в Сингапур, второй из Парижа в Таибей и третий из Амстердама в Куала-Лумпур. В Ростовском диспетчерском центре гражданской авиации зафиксировали, что в непосредственной близости от малайзийского Боинга находился и некий объект, который не отвечал на запросы диспетчера и 10 минут баражировал в районе катастрофы Боинга. Значит, у нас с Украиной согласно соглашению информация проходит по системе ОЛГИ. Если какие-то изменения, тогда уже речевая информация, то есть голосом передается. А так по системе ОЛГИ, то есть без голосовой передачи данных. Вот это зелененькие границы Российской Федерации. Это Азовское море, соответственно. Борт должен был войти через точку Тамак, вот в этом месте. И за 54 километра примерно отметка о воздушном судне пропала на территории Украины. В 17.09 примерно московского времени информация по ОЛГИ прошла о том, что воздушное судно в 23 минуты должно войти в нашу зону. Ну, фактически, оно в нашу зону не входило. Украинские диспетчеры вышли уточнить, выходил ли к нам на связь этот рейс, на что получил отрицательный ответ. Соответственно, уточнил, наблюдаем ли мы отметку от этого воздушного судна. Мы ее также не отмечали, не видели на своих лаконах. В каждом центре управления воздушным движением стоят вот такие магнитофоны, которые пишут всю информацию и разговоры диспетчеров и пилотов. В случае авиационных катастроф именно такие записи служат для расследования этих авиационных событий и установления причин, причин следственных связей, по которым выясняется весь ход этого события и, значит, что привело и как произошло это событие, в том числе и к катастрофе. Комиссия по расследованию опубликовала только малую часть переговоров украинских диспетчеров перед, во время и сразу после трагедии. Депропетровский, Тарастоф-1. Не могли бы вы дать курс Малайзии до Ростова до точки РМД? У нас их здесь три. Для Малайзии-17? Да, мы вернем их обратно к точке ДИКНА. Хорошо. Малайзии-17, новый трагедий проходит в точке РМДД. РМДД, Малайзии-17. Малайзии-17, и после точке РМДД, ожидайте в ТИКНА. Малайзии-17, как мы будем? Малайзии-17, Депро-Радор. Малайзии-17, Депро-Радор. Малайзии-17, Депро-Радор. Слушаю вас, Ростов на линии. Ростов, вы видите Малайзию? Она отвечает? Нет, похоже, его цель стала распадаться. Да, нам он не отвечает. Не отвечает, да? Да, и мы сейчас его не видим. То есть, вы дали им прием, затем подтвердили и... И это все, да? Да, он исчез. Переговоры экипажа и Днепропетровских диспетчеров, а также разговоры экипажа между собой засекречены Европейской комиссией. Есть версия, что украинская служба безопасности в тот день изъяла все носители информации в Днепропетровском и Киевском центрах воздушного движения. У кого в руках находились эти пленки и что с ними делали, неизвестно. Так что же произошло с Боингом 777 малазийских авиалиний? Обратимся к экспертам, людям, которые собирали всю информацию о трагедии, произошедшей 17 июля с рейсом MH17. Первый подробный доклад и анализ крушения Боинга сделал Российский союз инженеров. Схема воздушной обстановки, которую зафиксировали российские радиолекционные средства. Это вот эта схема воздушной обстановки. Метеообстановка в районе скорости 4 метра в секунду есть плотные слои облаков. Технические характеристики Боинга нас интересуют как воздушные цели. Размах крыльев 60 метров, длина самолета 63, высота 18 и скорость максимально 965 км в час. Фото и видео с места происшествия. Тактико-технические характеристики таких самолетов как Су-25, МИК-29 и ЗРК-БУК, потому что в основном все эксперты сходятся к возможности применения этих трех средств. Почему летчики не сигнализируют, что мы сейчас у нас что-то неправильно на борту неправильно происходит, у нас какая-то опасность, нас атакуют, СОС, все что угодно. Почему они были мгновенно выключены, мгновенно был выключен весь экипаж находившийся в кабине вот здесь вот в этой части в кабине. И вот здесь мы сопоставляем вот эту вот часть самолета, вот, которая вот имеет вот такую пробоину с местом на самом самолете, то есть вот часть самолета, кабина самолета, вот окно кабины, вот оно здесь прекрасно совпадает, и вот здесь как будто в одно место пошла очередь из авиационной пушки с той стороны, прошив самолет насквозь. Вот характер пробоины, округлый характер с загибами вовнутрь самолета. Это значит, что воздействие на корпус самолета было извне. Это первое. Второе. Значит, загиб верхний от нижнего загиба отличается, то есть загиб нижний более пологий. Это означает, что пуля вошла под углом. То есть, терял снизу самолет, да? Сбоку. Сбоку и снизу мог стрелять. Теперь, вот обратите внимание вот на вот эти вот вещи. Здесь хорошо видно. Видите, хорошо след соразмерен пушечному снаряду, который по касательной тоже прошел по корпусу самолета и порвал дальше обшивку. Очень характерно для выстрела именно пушки. Ну вот, если вы посмотрите вот на эти вот пробоины, да, которые все вместе достаточно кучно находятся, то, конечно, необходимо объяснить, откуда на самолете могут появиться такого рода внешние пробоины. Вот если внутренняя пробоина на самолете от увеличения давления, да, вот, то она имеет вот такой характер, то есть, она выпукла наружу. Это первое. Она имеет во всех случаях вот такой крестообразный разрыв и загибы на внешнюю сторону. То есть, если давление вне, то загибы во внутреннюю сторону. Если давление внутреннее из самолета, то загибы на внешнюю сторону. Это очень... Россия. Вот известный снимок. Фрагмент обшивки кабины упавшего Боинга. Изображенный фрагмент наложен на целый Боинг. И именно от этого наложения Союз инженеров и отталкивался в своих выводах. Мы нашли автора этой работы в Мюнхене. Прилетели туда и поговорили. Петр Хайзенко, немецкий летчик, командир воздушного судна с 30-летним стажем работы в Люфтганзе. Пилотировал большие самолеты. Я нашел эти фото в пятницу примерно в 6 утра после того, как самолет был сбит, и эта фотография меня просто заворожила. Это счастливая случайность, что нашел ее в таком разрешении в интернете. Я сейчас сделаю его весь экран, тогда можно будет рассмотреть все. Фото фрагмента обшивки, по которому видно, что он с кабины пилотов со стороны командира. И на фото видно, что целили именно в пилотов. Там большое отверстие от попадания прямо в область живота пилота. Это если себе представить, а я ведь провел 16 тысяч часов в таких кабинах, если представить себе, что кто-то стреляет тебе прямо в живот, о да, возникает неприятное ощущение. Что здесь сразу бросается в глаза, так это пробоина, предположительно, от 30-ти миллиметровой пушки. А теперь интересная. Здесь тоже, вероятно, пробоина, но от другого снаряда, потому что он выгнал внешнюю обшивку. А здесь однозначно пробоина от обстрела с другой стороны. Это значит, что эту кабину обстреляли с двух сторон. Видны и другие выходные отверстия, например, здесь, где изнутри кабины очевидно вылетали осколки. Дальше у нас заклепки. Мы сейчас на левой стороне. Здесь видны заклепки, где внешняя сторона обшивки загнута наружу. Уже приводился аргумент, что их загнуло воздухом. Это невозможно. Авиационный алюминий не может быть так деформирован воздухом. Нужна деталь площадью в многие квадратные метры, чтобы воздух ее так смог деформировать. А здесь не тот случай. Здесь детали задраны вверх, и можно однозначно сказать, что здесь вышли части, какие бы части это ни были, очевидно, снарядов, которые выходили изнутри наружу. И на этих фото можно сразу же увидеть, что произошла атака ракеты воздух-воздух. Катастрофа. Я исхожу из того, что или пилот, который выпустил эту ракету, или даже командный пункт запаниковали, решили, этот самолет не должен нигде приземлиться. И это не было предусмотрено, ведь его уже атаковали. И они подумали, что нам делать, окей, и предприняли прямой обстрел. Там даже не обязательно были два самолета, потому что такой самолет, даже получив попадание в район кабины, пилотов, и даже если командир и второй пилот мертвы, не рухнет сразу, как камень. Он будет планировать дальше в соответствии с последними настройками. Но он при этом представляет собой очень легкую цель. Вполне возможно, это был один самолет с одним летчиком, который сделал второй заход с другой стороны. И после этой второй атаки самолет развалился и упал. А вот как выглядит атака Боинга, если рассматривать версию со штурмовиком. Украинский СУ-25 вышел на Боинг-777. Пилоты Боинга даже не поняли, что произошло. Поскольку все события происходили на огромных скоростях, вся атака заняла секунды. Сушка приблизилась на расстоянии 600-800 метров и открыла огонь из 30-ти миллиметровой пушки по кабине и крыльям самолета. Мгновенная разгерметизация салона убила всех, находящихся на борту в секунду. На этом жизнь лайнера закончилась. Он начал падать и в 3000 метрах от земли стал рассыпаться на части. Этот акт трагедии и видели очевидцы. Вышел из-за блоков. Так, вышел из-за блоков. Что бы дали? Он был с хвостом, без хвоста? Он был с хвостом. Он был еще с хвостом. Но без кабин, без летчиков. Ах, вот оно что! Он без летчиков. Он уже был без летчиков. То есть, он летел как самолет, либо уже кувыркался? Он вышел. Потом, когда крыло у него отпало, он пошел. А, столько новых деталей, даже никто не говорил. Как было дело? Вышел без кабины. Когда у него крыло отпало, его потянуло в ту струк, и он упал туда. И взорвался именно там. Он, значит, вышел без кабины. Он дымил, нет? Ну, как? Он не дымил. Он не дымил. С него выскакали сзади все эти самые... Ну, сиденья. Ну, люди падали. Просто-напросто. А до того, как он вышел из облаков, был какой-то? Был хлопок. Хлопок. Да, был хлопок и все. То есть не похоже на взрыв? Хлопок? Нет, хлопок. Вот именно хлопок, и как раз было затянутое небо, где он вышел из облаков. Я находился недалеко здесь, от этого места, вверх. Извини. Богор. Ребята. Богор выше асфальта, ну, вот, возле асфальта, где как раз было скопление тела. Где падали. Я находился там, увидел его от себя немного слева. Он падал сверху, произошел взрыв. Вот это место, вот, наверху. Упал ящик серого цвета вправо, влево отлетело что-то с красным. И падали обломки. Я уже был за бугром. Самолет, вот. Он взорвался, и сюда полетел. Начало гореть, рассыпаться. И здесь уже упал, был взрыв, и, как бы, волна была в ту сторону. Реально слышал два хлопка, ну, как выстрел, как мы уже попривыкали, и большой взрыв был. И я поднял, вот, когда гул был большой, ну, я уже слышу, как за движением, и звук же как же идет. Гул, а тут, вот, над головой, вот, еще один гул. Еще один гул. Я поднимаю, и смотрю, высоко. Маленький военный был. Серебряное днище было. Так что был второй, это по-любому, сто процентов был второй самолет. Это по-любому. Он должен был упасть в сепаратистских областях, потому что только там можно было избежать настоящего расследования. Это очень важный момент. Смотрите, если падает самолет, то максимум через 24 часа на место прибывают толпы специалистов. Они внимательнейше все осматривают, составляют картографию, где лежит каждая деталь и так далее. Потом эти детали собирают и доставляют в ангар, чтобы там собрать как пазл. Это нормальный образ действия. Изготавливают такой проволочный каркас в форме самолета и различные части накладываются на него. Потом определяют, это старое или новое повреждение, было ли оно уже там. Таким образом, с высокой степенью надежности выясняют причину того, что произошло. И как раз этого-то там и не случилось. Вот в чем дело. Детали валяются. Да, трупы собрали, но ни один человек не интересуется обломками. Бортовые самописцы в непроврежденном состоянии отправили в Лондон. И можно однозначно сказать, в тот момент, когда речевой самописец подключается к аналитической аппаратуре, то это как магнитофон. Каждый, кто стоит рядом, сразу все слышит. Как вставить диск в проигрыватель и слушать музыку, так и здесь слышно, что там происходило. Это значит, что люди в Лондоне, которые при этом присутствовали, знают точно, что там произошло. В процессе своего расследования Петер столкнулся с попытками скрыть, замолчать, изменить информацию по малазийскому Боингу. Эта фотография была опубликована в интернете сразу же после катастрофы. Она провисела в Гугле несколько часов, а потом исчезла. Похоже, что кто-то тщательно редактировал в сети все, что касалось катастрофы MH17. Если найти в Википедии данные о самолете Су-25, который, как говорят, находился рядом с MH17, то там вдруг находишь данные о практическом потолке этого самолета в 7 тысяч метров. Если-ка месяцев назад на этом самом месте, как в английской, так и в немецкой версии, стояло примерно 10 тысяч метров. Это изменили. Более того, даже летный лексикон немецкий до прошлого месяца указывал практический потолок в 14 тысяч метров. И это тоже исправлено. То есть не только фотографии исчезли, но и вокруг всей этой катастрофы MH17 изменены данные, которые облегчили бы расследование, а станутся они доступными. И я могу это доказать. У меня скриншот из летного лексикона от 1 августа 2014 года, где указывается практический потолок в 14 тысяч 600 метров без ограничений. И потом у меня скриншот от того же провайдера от 1 сентября 2014, где потолок указан в 7500, и написано, что Су-25 достиг высоты 14 тысяч 600 метров лишь в испытательном полете. То есть информационная война еще не закончена. Самолет Су-25 имеет хорошую тягу вооруженность. Он достаточно быстро может подняться на высоту 9, 200, там, 9, 600, и находиться там достаточно длительное время для выполнения той или иной задачи. Поскольку на питании, на чистом кислороде, летчик может выполнять задачу в течение 30 и более минут. Я лично летал на этой высоте, и никаких проблем со здоровьем не было. Вооружение самолета позволяет сделать то, что сделали с Боингом. Пустить или ракеты в воздух, в воздух, или атаковать даже из пушки. Помните, в начале фильма я вам показывал модели самолетов Боинга и Су-25? Дело в том, что военные летчики перед вылетом на боевое задание на аэродроме проигрывают разные боевые ситуации в воздухе. Интересно, тот пилот, который стрелял по малазийскому Боингу, проигрывал эту ситуацию на своем аэродроме? Как он заходил? Сбоку, снизу? Как он бил? В кабину или в двигатель? Что думал тот человек, который нажимал на боевую кнопку? Так, на языке летчиков называется гашетка, которая выпускает ракету или очередь из автоматической пушки по цели. Мы снимали обломки Боинга через полчаса после трагедии, через три дня и спустя месяц. За это время никто из специалистов по расследованию авиационной катастрофы не изучал подробно фрагменты лайнера и не пытался объяснить, откуда на плоскостях и фюзеляже пассажирского самолета такие повреждения. По мнению информированных малазийских специалистов, отнюдь не оболченцы мешали экспертам работать на месте катастрофы. В отчете экспертов говорится, что малазийским специалистам создавали помехи в работе по расследованию. Те отчеты, которые есть в малазийских СМИ, говорят о столкновениях между двумя сторонами. Но другие источники, не Малайзия, говорят несколько о другом. И в этих источниках четко написано, что когда эксперты начинают работу, работа прерывается в связи с перестрелкой. Начинается стрельба со стороны украинской армии. Я навел справки в разных источниках, и похоже, что эта информация повторяется в разных источниках, что эти помехи в основном поступают со стороны украинских вооруженных сил. Должна быть причина, почему украинская армия не хочет, чтобы расследование было проведено должным образом. Они хотят создать проблемы и помехи в работе экспертов. Может быть, они что-то скрывают? Может быть, они не хотят, чтобы какая-то информация стала доступной? Если бы я мог задать вопросы правительству Украины, первым делом я бы хотел, чтобы они объяснили, были ли украинские истребители в воздухе на хвосте малазийского самолета 17 июля. Я хотел бы знать, ответственны ли те истребители за ракетную атаку малазийского авиалайнера. Еще я хотел бы знать, почему до сегодняшнего дня украинские власти не предоставили общественности доступ к данным своих локаторов и информацию о переговорах между их воздушными диспетчерами и малазийским самолетом. В Липецком авиационном центре мы выяснили, как осуществляет огневое поражение штурмовик Су-25, однотипный украинскому, который был замечен в небе с Боингом. Этот самолет оснащен авиационной пушкой и подвеской с ракетами класса воздух-воздух Р-60. Сейчас я вам представлю пушку, калибр 30 миллиметров, 20 миллиметров, двухствольная. метров охраняется дальность стрельбы. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушкой, то есть гашетка для стрельбы из пушки. Мы решили провести эксперимент. Су-25 поднялся с аэродрома в Липецк и отправился на полигон. Его целью были самолеты мишени. Вы видите результаты удара, авиационного удара самолета Су-25 30-миллиметровой пушкой. Вот отверстие попадания, вот попадание, вот попадание, вот попадание, на келе три попадания. Также разрушено остекление кабины. Это так называемые входные отверстия. Соответственно, если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось при выходе снаряда. вот видите выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это что? Это результаты осколков. После обстрела мы внимательно осмотрели отверстия, оставленные 30-миллиметровой авиационной пушкой в фюзеляже этих самолетов. Вот входное. А вот выходное отверстие. А вот то, что мы увидели на фюзеляже Боинга. Но есть и другие версии. Например, немецкое правительство обнародовало информацию о том, что 17 июля натовские самолеты-разведчики, находившиеся в небе над Польшей и Румынией, зафиксировали активность системы ПВО, опознанная как зенитно-ракетный комплекс СА-3. По классификации НАТО СА-3 это не БУК, а комплекс С-125 Ленива в более новых модификациях Печора. Спутать его с БУКом трудно. С-125 на вооружении российской армии не стоит. Его заменили на С-300. Но украинская армия этот старый комплекс С-125 еще использует. В Союзе инженеров тоже рассматривали версию поражения Боинга ракетой класса Земля-воздух. Однако она вызывает у них много вопросов. Пуск ЗЛК-БУК сопровождается вот таким длинным инверсионным следом. Скорость ветра примерно 4 метра в секунду, то есть спокойная. Штиль. Почти. Почти штиль. Значит, ЗЛК-БУК имеет вот такой длинный инверсионный след, который от самой Земли до момента встречи с целью поистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч километров. 10 тысяч метров. а именно на этой дистанции находился самолет. Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 тысяч километров. 15 километров вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, отмечу, при такой метеообстановке будет находиться до 10 минут. представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен ни хем. Обратите внимание на характерный рисунок, который должен был висеть в воздухе от встречи ЗРК Бук с поражаемым объектом. Около пяти минут такой след висит в небе, уже на пятую минуту уже остатки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировали. Версии о том, что к крушению Боинга имеет отношение украинский штурмовик, придерживаются и многие малазийские эксперты. Мы встретились с журналистом из газеты Нью-Стрейт-Таймс и его источник сотрудник Министерства обороны Малайзии. Изначально в отчетах говорилось о том, что самолет был сбит Буком с земли, но увидев фотографии с места происшествия, военные эксперты стали прорабатывать альтернативной версии. Начали говорить о том, что самолет был сбит ракетой классом воздух-воздух. Фрагменты, найденные на земле, это крупные обломки. Это опровергает версию о том, что самолет был сбит Буком. Потому что если бы самолет был сбит ракетой земля-воздух Буком, то обломки были бы гораздо мельче. Именно поэтому и возникла версия о том, что это была именно ракета воздух-воздух. По мере того, как самолет падал, в него еще выстрелили дополнительно из авиационной пушки. На упавших фрагментах Боинга есть отверстие, которое соответствует ракете воздух-воздух, и отверстие, которое характерно для выстрела из авиационной пушки. Вот изображение крыла. Тут была одна отметина, такая продолговатая, рваная отметина. Она соответствовала пулевым отверстиям в кабине пилота. Это явно не шрапнель и не снаряд Бука. Это скорее напоминает след от заряда, который покасательно задел крыло и дальше пробил кабину пилота. С этого угла, скорее всего, снаряд повредил обшивку крыла и пробил кабину пилота. И те, кто занимаются расследованием, приходят к выводу о том, что когда самолет потерял высоту, будучи пораженным ракетой, которая была запущена слева, вот таким образом самолет был изначально сбит и повернул слева направо либо налево, мы не знаем точно, но угол царапина совпадает с тем углом, под которым вошла пуля в кабину пилотов. Это ваш эксперт об этом говорил? Источник? Да. В данный момент я знаю только то, что одно или два тела пассажиров не были отправлены домой. Эксперты продолжают с ними работать. Было сказано, что эти тела все еще нужны для расследования. Я подозреваю, что нашли какие-то улики. Может быть шрапнель, может быть осколки пуль, снарядов. Что-то, что может помочь установить правду и помочь понять, что было использовано для того, чтобы сбить самолет. прерванный полет рейса МХ-17 надолго останется в памяти. В одночасье оборвались жизни 298 человек. Они любили, страдали, мечтали, просто жили. Мухаммед Фердаус, второй пилот малазийского Боинга, держал в руках штурвал в то мгновение, когда оборвалась его судьба. Он не дожил до своего дня рождения три дня. Ему должно было исполниться всего 27 лет. Это дом моего сына Фердауса. Около трех месяцев прожили здесь. Это новый дом. Они только что его купили. Если возможно, то, конечно, я хотела бы узнать правду. Хотела бы знать, кто виноват. Я бы не могла бы спать, если бы была виновата в таком. Как они спят, не знаю. Наверное, это такая огромная вина, что нельзя после этого жить, как ни в чем не бывало. Матери Фердауса, которая мечтала увидеть сына, его жену и внуков, в этом новом доме остается только ходить и смотреть на эти холодные стены. В нашем фильме представлена лишь одна из возможных версий катастрофы. А пока никто из западных специалистов не спешит к обломкам Боинга, валяющимся на полях Юго-Востока. Никто не собирает их, не просеивает землю, не опрашивает свидетелей. Ничего этого не сделано. Свои расследования о причинах катастрофы мы намерены продолжить и представить вам другие версии случившегося. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова